Здесь у нас фирма делает капусту различную, это бимбини, а вот здесь уже крестьянское молочко, сыры различные, творожок различный, сливки, в зависимости от процентов цены, 45-процентный, 5 евро, 25-процентный, 4 и не знаю, сколько процентов, по 5, но это, наверное, тоже 25. Ну и также в зависимости от этого творог, 2-5-процентный и, наверное, 9, да, 9, вот такие дела, но молочко мы, скорее всего, возьмем. Так, Юра где-то остался, он купил себе панамку, хотя у него была такая капитанская кепочка. Так, что у нас здесь? Кофе, чай, рассыпной, какой угодно, в упаковках, пакетированный, различный, сортов много разных. Аптека, здесь можно перекусить, кофе попить, всякие булочки. Так, Юра у меня потерялся. Сыры различные, различные цены. Всякие, вот это, эти творожные корзиночки, такие вкусные довольно-таки. А это десерты с кремом различным. В общем, сладости. Ну а здесь, кто желает поплотнее перекусить с мясом, со шпеком вижу. Различные булочки, фиражки, бульонные, пиццы разные. Ну а здесь вот такая витрина конфеты. Различные сборы, различные травяные. В общем, на любой симпатичный чайничек харфоровый. Ну и здесь сладости. Там тоже вот филиал Элленда Бетерея. То, что мы на Бриюбас Элленда кафе уличные. Ну оно не уличное, там просто есть. Ну оно не уличное, там просто есть. На улице столики кафе-то есть. Здесь хлеба, булочные изделия. Вот так вот. Магазин мёда. Медус векалс. Различные сорта. Воск, свечи. Всё есть. Здесь хлеб. Здесь орешки. Здесь херба. Всё травяное, всё натуральное. Травки. Херба-Лайф. Пирожки. А вот такие наши латвийские латвийские. Внизу вот так вот. Сверху творог запечённые. Что у нас в сладости? Различные. Нет, это маринады всякие различные. Вот оно что. Баклажаны вижу, морковь, капуста. Вот такие плянички. Такие ореховые. Кокосовые. Так, ладно. А Юру я потеряла. Ладно, нам надо дойти до рыбного быстренько. А то я, как всегда, наснимаю. Наснимаю, а потом всё урезаю. Урезаю. Так жалко, но что поделать. Потому что получается очень много. Различные сыры. Серебристые. Мне нравятся сыры. Так, здесь тоже молочка. Там конфеты, орехи. Так, ну хорошо, что здесь хоть кондиционер. Так, довольно-таки спокойно можно ходить. Сыры. Со всех сторон сыры. Здесь тоже сухофрукты. Ну вот, испанский фуд. Испаниш фуд. Здесь гриль. Можно заказать с собой взять. Можно так. А вот это пирогов. Фабрика фабрика пирожков, пирогов. Различные пирожки. А это уже выход на улицу. Каналов туда, к каналу. А за каналом у нас автобусная станция. Автофарк. Автобусная станция. Вот такие десерты приготовлены. Четыре евро. Булочки дорогие здесь. Евро пятьдесят. Конечно, вот такие пироги. Но они по весу идут. Различные начинки. Рогалики вон. Евро пятьдесят. Да. Ну что ж, ребят, пойду искать Юрия. Где-то он потерялся у меня. Позвонила. Юра отозвался. Вот он впереди. Ой, бедный. Я же сказала, оставь подушки. Мы на обратном пути заберем у продавца. Нет. С подушками. А почему такие подушки мы купили? Потому что у нас приняты маленькие подушечки. А российские комплекты белья постельного. Обычно на волочке 70 на 80. У нас таких подушек не было. А здесь на рынке мы нашли. Купили. Потому что пододельники подходят. Видите, второй этаж пока закрыт. Вход с улицы. Вот там автобус прошел. Это на станции уже. Здесь проходят уже. Не все бутики открыты. На улицу выход. Так, здесь у нас тоже конфеты. Все прочее. Вот этот овощной отдел закрыт. Я вам говорила, что он, крышу у него снесло. И сейчас реконструкция, ремонт. Поэтому часть овощей перенесли торговцев в рыбный отдел. Мы уже скоро до него дойдем. Выберем рыбку. Выберем дешевую салаку для котиков. И чаек наших двух. Они сейчас кормят малышей. Так что мы их подкормим рыбкой. Так вот. Звуку всякие. А вот это всякие пряности. Вот. Различные. Вот там. Овощи, очки. Все это безделушка. Орехи. Чищенные 15. Вот. Здесь у нас восточный хлеб. Нам. И все прочее. Но он, вернее, как правильно, даже не знаю, произносится. Хлеб аппетитно выглядит. У них свои тут тандыры, печи. А здесь выпить, закусить. И закусить именно фиш рыбой. Ну, а хотя есть картофель и панкукос с лососем 8 евро. Картофельные блинчики с лососем 8 евро. Дороговато. Но лосось тоже дорогой. Вот так вот. А раньше... Вот мы вошли в рыбный отдел. Самый знаменитый у нас отдел рыбный. Экскурсанты, особенно эти с фаромов, со Скандинавией, откуда-то, они все сразу на рынок. Потому что доступ, примечательность. А вот раньше наверху был ресторанчик. Вот, на втором этаже так поднимались по лесенке. И исключительно рыбные блюда были. Разные-разные. Здесь, конечно, тоже разнообразие рыб всевозможных. Вот. Ну, сюда, видите, и мед, и овощи пришли сюда. Вот так вот. О рынке я уже рассказывала, что эти ангары поставили в 30-м году прошлого века. Вот. Скоро им будет уже 100 лет. Вот там такое место было замечательное. Вкусно, дешево, рыбные блюда. Да. Ну, что вас на самогон потянуло? На самогон потянуло, да. Сам же сказал, обмывать будем. Тут такие приятные запахи. Запахи овощные, да. Вот он наш самогон, рыжеский самогон. Как говорила, вот. Шкалик выпить 40 миллилитров. Евро 60. Вот. Ну, а большие бутыли. Два двухлитровая вот такая бутыль. 80 евро стоит, а набор из трех по 2 литра за 6 литров 180 евро будет стоить. Вот такой чистейший, как слеза. Что они? Рижский самогон, производимый из натурального меда в самом зеленом районе Риги, Межапарке. Самогон ферментирован и дважды дистиллирован в медных аламбиках. Что такое, даже не знаю. Ну, наверное, резервуары какие-то. А также фильтром через лесной мох, ягель и беремесный уголь. И вот этот самогон является идеальным подарком к юбилею, свадьбе, без сомнений, весомый сувенир из Риги. И даже написано, рыжеский самогон через ять. Старославянская буква. А здесь можно выпить на разлив. Вот эти выходы. Сейчас я покажу только выход. Я подойду, Юра, подожди. И выход покажу на эту сторону павильонов. Это уже... Вот парапет впереди. Это уже канал. А за каналом автопарк. Вот автобусная станция здания. И, конечно же, Старая Рига. Канал обрамляет Старую Ригу. Собор Петра. И вот левее, поменьше, Домский собор. Вот, а впереди видны арки железнодорожного моста. И вот с этой стороны будет параллельно новый мост для Реобалтия. Будет строиться он. А я сейчас войду. Юра что-то хотела мне показать. Посмотрим. Посмотрим. В Новой Панамке ты уже? А где твоя кепка? Вот. Дарс Копи Вас, Фрисос. Здесь есть эти... А, семена. Ясно. Вот, садовый. Садовый лук 230. Садовый лук 230. Здравствуйте. Ну, в принципе, Юра, сейчас я ничего не хочу брать. Но буду знать, что здесь есть такое дело. Раньше не было. Раньше не было. Здесь вот маринованное все. Вот так вот. И капусточка различная. И такая капуста цветная. И в баночках маринады маринованной. Ну, посмотрим. Мы обычно берем эти лососевые косточки. Потому что филе брать дорого для пенсионеров. Вот такая рыбка. Вимба есть. Линис. Простите, линис это линь? Линь. Линь. Ага. А брексис? А вот. Это. Брексис, карас. Нет, нет. А брексис это как переводится? Карпир. Нет. Не карп, ты что? Лещ. Лещ. Ну, какой большой. Но это где-то выращивается, наверное. Такой же не он. Нет. Нет? Нет. Правда. Ну, уж очень большие. Ну, да. Лаю. А, зуши это что у нас? Угарь. А минога как у нас будет? Нет. Нет, а звучит как? Неги. Ага, неги. Не будет, да? Нет. На осень не будет. Ясно. Я думала в жиле будет где-нибудь. Да, во что? Ну, ладно. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Зуши. Угарь. Вот он какой угарь. Но мне все равно эти змеевидные рыбы прямо как-то не по себе, когда. Вот. Кусочками по 8,50 есть лосось. Вот. Ну, тут что подешевле. Таким, как мы. Плаудис по европейцам. Вот. Я не знаю. Вы не подскажете по европейцам Плаудис? Что за рыбка? Лещ. Слушай, спасибо. А там он был дороже. Вот эти косточки лососевые. Вот такие мы обычно и берем. Если я не знаю, если возьму, то только вот эти косточки. Вот такие кости есть по 2,10. Есть обрезки по 2,90. И есть по евро 90. Ну, что? Ну, в принципе, сейчас холодный суп я уху не буду готовить. А у меня морозилка все забита. Ну, ладно. Спасибо. Ну, всякие морпродукты. Кальмар. Кальмары. Всякие разные. И даже горнелис. Как они? Креветки или как называется правильно? Икра. Порелевая 36. В общем, это для любителей. Мне как-то менталитет не тот, чтобы морские эти дилератесы употреблять. Мне как-то не по себе. Ух ты, какая рыба большая. 6,90. Сазан. Пошумар. Такой большущий. Ужас. Да, рыбы много разной. Мы сейчас салаку посмотрим для ребят. Вот какой этот угорь. Конечно, обыкновенная змея. Я не знаю. Прям аж я перебергиваю. Так, ну и почем. Есть по 80. По евро 10. По 70. Да, для кошек по 70 возьми. Килограмм с кормил, а килограмм я заморозил ее и сам продам. Вот. Клинди. Или это по евро 10. Ладно, ребята, мы будем брать салаку. Сейчас еще здесь пройдусь, посмотрю. А эта килечка уже чищенная. 1,80. И вот такая. Уже, по-моему, филе без косточек. 5,50. Так, я посмотрю, сколько там стоит. Надо же выбирать где подешевле. Здесь тоже по 80 и по евро 10. Вот по 70 есть. Так. Ну все, сейчас Юру сюда зову. Мы взяли себе масляную рыбку. Ее приготовлю. В духовке. И взяли салаку для кошечек и для чая. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну все, ребята. Мы покидать будем. Наш рыбный. Вот такой. Вот такой вот наш рыбный отдел. Ну вот на улице уже с этой стороны тоже все торговые лавочки, торговые ряды. Вот это у нас рыбный павильон, в котором мы только что были с вами. И здесь тоже кругом ягоды, фрукты. Здесь вот мед и клубничка. Клубничка местная и греческая. Из Греции вишня. Вчера одна женщина латышская спросила, А почему ваш сын, что у него нет семьи, он постоянно с вами? Я думала, про Эдгара спрашивает. То, что он все время ставит лайки и смотрит. И у нас единственный сын, он далеко от нас живет. Границы закрыты. Поэтому он просматривает каждый мой ролик. А другая женщина, очень милая женщина из Латгалии, Клара, она пояснила той женщине по-латышски, что это муж Юрис. Он просто так великолепно выглядит. Ну правильно, никто ж не верит, что тебе 68-й год. Ой. Вот. И чего только нет на прилавках. Евро и евро. 20 молодой картофель. Да. Здесь вот зоо. Зоо, зоо. Все для зоо. Для кошек, собачек. Вот такие дела. Цветы еще продаются. Ой, ну цветы, конечно, это все в кашпо. В кашпо уже. Прелесть какая. Цветы, радость. Юра, можно я пройду по тому ряду? Не хочу. Да, да, да. Ты знаешь, где машина стоит? Я знаю, где машина стоит, да. Приду. Хорошо. Решила пройтись по цветам. Порадовать свое сердечко. Вот и по 5,90 есть. Арбузы нам из Марокко. По евро 90 килограмм. Большие, такие огромные. На днях мы покупали. Я бы не сказала, что они очень сладкие. Да, когда-то были астраханские, привозили. Но сейчас у нас астраханские, вот, ангельские фонарики. Какая аж прелесть, а. Когда-то был у меня. Его надо корешками, ну, вот так, черенками обрезать и оставлять на зиму в погребе. Красивые. Ну, тут напротив солнца я вряд ли что-то сниму. Вот еще цветы. Господи, какое разноцветие. А какие кашпо. Огромные. Вот питунья, конечно, разноцветная. Вот, рассада питунья продается. Вот, и сельдерей, рассад. Так вот. Даже томаты эти балконные маленькие. Каких только нет цветов. Ладно, пойду я. Вон калибрахла. Большие. Большущие. В кашпо так вот роскошно раскинулись. Да. Ну, все, ребята, на этой цветочной, красивой ноте мы с вами попрощаемся. Благодарю вас всех за прогулку. За совместную прогулку к Парижскому центральному рынку. Доброго вам дня. Хорошего настроения. Будьте здоровы. Берегите себя. Удачи вам. Успехов. До свидания. Не забывайте заходить ко мне. Подписываться. Кто не подписан еще. Ставить лайки. Ах, розы. Розы впереди. Мои розы тоже цветут уже. А все. Сейчас мимо роз пройдем. И я вам скажу прощальное. До свидания. Различные и пустовые, и бьющиеся есть. Вот сиреневый цвет. Мне очень нравится. Сиреневый цвет. Я не вижу экран, не вижу, что снимается. Потому что солнышко, когда попадает. Аромат. Какой аромат. Чудо цветы. Ну что ж, ребятки. Все. До свидания. Я была рада встрече с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok